В области проходит 9600, ну или там 700 км региональных дорог, из них 6200 – это дороги с совершенствованным типом покрытия, 3000 км с покрытием переконного типа и 400 км грунтовых автомобильных дорог. По состоянию на 1 января 2015 года доля протяженности региональных автомобильных дорог, которая соответствует нормативу, составляет 55,7% от всей протяженности автомобильных дорог. Для того, чтобы снижать в соответствии с государственной программой вот это ненормативное содержание автомобильных дорог и недоремонт, нам надо каждый год ремонтировать менее 450-600 км автомобильных дорог. За 2012-2014 годы в Миротковске было автоматировано 1300 км на общую сумму 10 млрд. рублей. Самая первая государственная программа «Развитие автомобильных дорог» имеет соответствующий раздел. Значит, один из разделов – это развитие автомобильных дорог. Она составляет, и этот раздел составляет 3 млрд 694 млн рублей. Как я уже говорил, все деньги федерального бюджета 2,400 будут включены в эту программу. Второе – поддержание существующей сети автомобильных дорог, куда входят средства по содержанию текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог. Это 5 млрд 333 млн. подразделения комитет по дороге и подействия учреждения «Лемонтадор». И повышение безопасности дорожного движения. Оформить, что цифру повышения безопасности дорожного движения является тоже рекомендуемой для Миротковской области. На мероприятии безопасности дорожного движения предусмотрено 638 млн. рублей. Развитие автомобильных дорог в Миротковской области подразумевает строительство и конструкции в размере 2,462 млн. рублей. Проектирование строительства самоходного парома в цели обеспечения паромной переправы 97 млн. рублей. Проектирование тех объектов, которые необходимы нам для развития автомобильных дорог и сети – это 131 млн. рублей. Это ремонт 2 млн. рублей. Капитальный ремонт автомобильных дорог на 2015 год – 389 млн. рублей. Субсидии муниципального образования на испытание ремонта автомобильных дорог предусмотрены не менее, чем в прошлом году. А это субсидии идут непосредственно через Министерство дорожного воздействия в рамках Дорожного фонда к муниципальному образованию на цели развития и поддержания сети муниципальных автомобильных дорог. Чуть подтвердить. Прекратение дорогной техники – 100 млн. рублей. Проще расходы – порядка 68 млн. рублей. Вот эти 660 млн. рублей делятся на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения – 450 млн. рублей. На ремонт и ремонт автомобильных дорог имеющих приоритетный социальный характер – 140 млн. рублей. Это справа у всех объекта, подходит больницам, школам и именно специально значимым объектам муниципальных образований. И капитальный ремонт дворовых территорий – порядка 70 млн. рублей. Могу сразу сказать, что в Граду принято решение, и это решение будет оформлено в июле месяце на соответствии с изменениями бюджета, добавить 160 млн. рублей городам, центрам муниципальных образований. Как по-моему, это районный центр, находящийся в городе районе. Поэтому мы до изменения бюджета будем собирать два муниципальных образований городов, центров, районов. И будут предпочтены пока за счет собственных средств рассматривать, потому что проведение торгов и, соответственно, завершение процедуры подряд организации, потому что там не доносить, и при выключении, а это будет включено в июне месяце, все-таки начинать работу уже в июне месяце, имея контракт на исполнение соответствующих работ. Содержание безопасности дорожных движений, как я и говорил, обеспечении деятельности государственных подъемов, через время какого-то у нас одно это заканчивается, и второе это катастроевую работу в целом государственной регистрации. Продержание безопасности дорожных движений. Значит, у нас несколько мероприятий, одно из них, это мероприятие посвящения аварийности, и мы, как правило, все-таки исследования очагов аварийности автомобиля торгов для принятия соответствующих мер, такого, ну, экспрессивного, недорогого характера, для того, чтобы небольшие методы, мы сравнивали ситуацию по местам конституции. Таких мест у нас 287. На территории Ленинградского области на сегодняшний день будет работа между нами и государственной экономической инфекцией, для того, чтобы технику инженерного мероприятия не решать проблему строящения аварийности в этих местах. Устройство оборудования автоматической реализации нарушения подвижения 40 миллионов рублей, это достройки 18 стоек для размещения приборов видеофиксации нарушения скоростного режима. Я могу тоже сказать, что на сегодняшний день принципиально решение принято, о том, что все-таки это будет отдано в частный механизм для того, чтобы порядка 1300 камер, которые необходимы для рефиксации нарушения скоростного режима, были в частном порядке не из-за правильной бюджетной городской области, были сооружены на территории Ленинградского области. Это достаточно важно, потому что это дает возможность все-таки маневрировать и бюджетными средствами, и вкладывая их, и получая результат. Я вам скажу, что по оценкам специалистов за прошлый год вот эти там порядка 40 камер, которые сейчас установлены, на ней расходности принесли порядка 300 миллионов рублей в бюджетность от 1000 куломена, где находятся эти видеокамеры при норме расходов на эксплуатацию этих камер порядка 100 миллионов рублей. То есть явно видно, что туда придет частный министр, который может это делать. А с учетом того, что мы ожидаем все-таки изменения федерального закона в сентябре месяца, и выход на трассы, федеральные трассы автомобилей больше 12 тонн, соответствующие укладкой компенсации в федеральные бюджеты, мы надеемся, что эта система будет преобразована и будет добавлен в элемент. Определение весовой характеристик тоже в динамичном режиме, с учетом возможностей видеокамеры, соответствующих элементов весового контроля, который должен быть установлен в эти автомобили дороги. Значит, объекты строительства на 2015 год. Значит, мы продолжили работу прошлого года, это временный объект по улице Задраны и Старой дороге в городе Гатчино. Напомню, что в прошлом году мы провели соответствующую комплексную процедуру, где был подрядчик обозревший строитель, который на сегодняшний день делает по улице Старой, по городе Гатчино, обход для того, чтобы наручку в мобиле можно начинать работать, а работы такие уже ведутся, по улице Киевский, по строительству этих проводов в городе Гатчино. 15 июля, 15 июля, мы должны сдать этот обход. На сегодняшний день существует достаточно большая проблема с организацией движения большеволюбового транспорта, поскольку сам новый железнодорожный переезд организован под критичным углом, поэтому мы сейчас столкнулись с проблемой устройства кольца транспортного кольца, для того, чтобы обеспечить возможность разъезда вот этих большеволюбовых транспортов. Это не было общечным проектом, поэтому мы вынуждены сейчас идти на корректировку проекта, для того, чтобы все-таки внести соответствующие именения и потребования в городе Гатчино. Я надеюсь, что 15 июля будет выполнение работы, и в срок будет открыто второе движение по улице Старой. Но до начала работы по самому технологу по улице Киевской, это второй объект, это то, что сейчас происходит, будет работать два переездка, это и по улице Старой, и по улице Киевской, поэтому в этом плане мы достаточно серьезно работаем. На сегодняшний день по второму объекту, который здесь представлен, строительство трехполетного автодорожного технолога с подходами по две полосы в городе Гатчино продвигается по графику, который станут соответствующими контрактами. Идут подготовительные работы. С 1 апреля будут активно вести с работы, а с учетом не могу установить проезд, в котором предоопрощенный порядок группы земельных участков, а там порядка 35-40 собственников, с которыми надо будет отчасти договориться, отчасти решать это и в судебном, и в административном порядке. Но это пока не мешает вести подготовительную работу. На сегодняшний день они идут в полном объеме, поэтому срок, который установлен в договоре 15 декабря 2016 года, на наш взгляд, должен быть исполнен. В прошлом году протокировали мы на 23-м километре в Выборожском районе. Это автодорожный путепровод на станции «Возрождение». Это тот путепровод, в котором есть действующий контракт. На сегодняшний день подрядчик в определенном вышел на работу. И, как вы видите, это картинки с того, что сейчас на сегодняшнем объекте происходит. Опять же, вот его от 30 сентября 2016 года, это вот те 2800 бюджетных средств, федерального бюджета, который поступает в бюджетные господства, для строительства этих объектов. Значит, планируется и на сегодняшний день находится в конкурсной процедуре. Значит, это третий километр, представлен на славе, стоимостью 890 рублей. И после изменения, а эти изменения должны сступить с 1 апреля 2015 года, у нас будет возможность продавать еще один путепровод. Таким образом, в Ленинградской области, значит, на 15-й год мы начинаем достаточно крупные вложения, в которых строится новых объектов. Это вот 4 путепровода, которые предусмотрены бюджетом, технической документацией, есть возможность в полном объеме, установленные контрактными сроками, ввести. Объекты капитального ремонта, здесь они предусмотрены по району, с годами начала работ. Два объекта мы начинаем, три объекта мы начинаем. Это Саттёрная, Медниково-Кузнечная, значит, этот участок, который, в новостровом участке, который переводится сейчас в асфальт, там кусочек, который соединяет Кузнечная с Медниковой и Саттёрной, сегодняшний день он является Грутом, мы его переводим в асфальт. Значит, Санкт-Петербург-Кручи, 48-й, 49-й, 57-й, 58-й километры, если вы знаете, это места разного по автомобилям дороги Санкт-Петербург-Кручи. И в лужице 1 мая такой же, такой же пробегный участок, на сегодняшний день это вот подъезды к порту-услуга, тоже начинаем 5 километров, поэтому есть возможность. Остальные объекты, это объекты 13-го года, на сегодняшний день вот эти объекты находятся в комитете его заказы, и мы планируем заключать контракты уже в самое ближайшее время. Распределение средств ремонта проверено с учетом инвидов финансирования по заключенным государственным контрактам. Значит, мы не стали, на сайте у нас есть программа по формированию адресной программы ремонта, здесь общая табличка, и она предусматривает 2 миллиарда в этом году, по оплате 2 миллиарда 24 миллиона. Но на самом деле, программа гораздо шире, у нас общий километраж, который мы введем, это порядка 300-330 километров, за счет в том числе бюджета 2016 года. Полтора миллиарда рублей надо приписывать к сумме 2 миллиарда, и часть средств мы будем, несмотря на то, что мы будем требовать ввод объекта в 2012 году, но 3 миллиарда 700 миллионов будет потрачено на автомобильной дороге по текущим минутам. Значит, эта табличка следующего характера. Дело в том, что кто правильно замечает, на следующий день очень большая проблема войдет после теплых дней, которые происходили у нас в период, в феврале, соответственно, марк месяц, и все виды последствия того, что происходит. К сожалению, автомобильной дороги, я первую цифру назвал, значит, 57% от того, что находится сейчас в нормативном состоянии, и, к сожалению, те объекты, по которым не проходили достаточно долго текущие ремонты, мы получили свои возрушения, которые на сегодняшний день видны, и, собственно, не замечать их нельзя. Вот эти 8 объектов, те объекты, по которым проехали наши солисты, определили в приоритетном порядке возможность их ремонта. Это 65 миллионов рублей, это самые разрушенные автомобильные дороги на сегодняшний день, или те участки автомобильных дорог, которые надо приводить к порядку. Сегодня, значит, нами принято решение, а эти деньги у нас заложены в бюджет, который утверждается в среду, 65 миллионов рублей, так называемых аварийных, непредвиденных, которые без конкурсных процедур будут обоснащены балансодержательным автомобильным для того, чтобы они выполняли ремонт в самое ближайшее время. Нас здесь не интересны. Отсутствие, что мы сейчас производить не можем, как только осталось в этом, и, конечно, заходы за работу, после утверждения соответствующей строчке бюджета, что произойдет в среду, в самое ближайшее время, при наличии работы свадьбетонных заводов, мы вот поедем в 8 лет не сам, в другой. Еще раз вам повторяю, что это фонд Калашин, Сосновый город, Агейс-Косновый город вообще вызывает там достаточно много далеканий. Это Санкт-Петербург-Пручени, на участке 49-57 километров. Это Партово-Вашей реки, 23-33 километров. Юги Кузьмова, Санкт-Петербург-Матокса, Санкт-Петербург-Завод-Свердлого, это где участок Адмитейлова. И, соответственно, Ягин и Полтушек-2. Это Санкт-Петербург-Марье и Мяглова-Автодорога-Форрог. Вот по этим объектам мы выходим, как только будет техническая возможность. На сегодняшний день да, работает тресло. К сожалению, холодный асфальт, которым пользуются наши специалисты, он даже по классу не может выдерживать больше 20 переходов через море. У нас за ЮАИ было зафиксировано порядка 40-45 переходов через море, что было в течение дня. И это, конечно, является катастрофой для дорог регионального значения. Поэтому Мамин-Петербург был достаточно серьезно решен. Я надеюсь, что он будет реализован в самое ближайшее время. И мы снимем те законные, конечно же, претензии автомобилистов к дорогам Ленинградской области. В случае наличия необходимости приведения их порядок был принят в семьях, выключая там ИСКИ или там любые другие нормативные правила для подрядных организаций. Значит, это субсидии муниципальным образованием Ленинградской области по всем обороним, которые это делать. это вот те 660 миллионов, без 160, которые губернатору дал указание с первого времени включить в законный фонд и будет муниципальным образованием в центром района. Значит, вот по району всего, по расчету субсидий, на центральный ремонт еще раз повторюсь, 450 миллионов по ремонту дворовых территорий, подъезду к дворовым территориям на губернаторе на дому 70 миллионов и 140 миллионов по району это подъезды к социально значимым объектам на городском области. 140 миллионов они распределены все-таки к социально значимым объектам, к которым относятся как правило больницы, школы и иные объекты, в том числе центральной улице населенных пунктов, в котором мы считаем будет наибольшей нагрузкой в том числе и пешеходом. Субсидии по приоритетному значимому поэту, что я говорил, значит, это тоже можете ознакомиться, в капитальный ремонт, допустим, в Волосе это улица Венгисара, значит, в Сяйстрое это улица Ленина значимая, значит, во всеорусском районе это поселок Морозово от улицы до больницы, ну и так далее. Вы можете ознакомиться, это все будет вывешено у нас на соответствующем сайте. Да, это вот вывешено. Значит, больше того, что важно, наверное, для меня, для руководителя ведет по дорожному хозяйству на сегодняшний день соответствующие распоряжения правительства уже принято, уведомления муниципального образования направлены, поэтому возможность определения в конкурсе победителя у них есть в период, когда будет дорога затоплена в просторку, что дает возможность начинать работать. Количество погибших на территории Ленинградского и Красного это где на синие федеральные дороги 46% погибло на федеральных дорогах при протяженности 6,6% от всей протяженности на дорогах соответственно 33% на региональных дорогах на местах 10%. Это не на то, что все-таки если брать региональные дороги каковы, они являются небезопасными, но разница существенная по отношению к тем трагичным случаям, которые проходят на федеральных трассах, есть поиски выше и сам. Это данные подпекой на большинодородной сети. Вот по федеральным дорогам, опять же, если соотносить с протяженностью, 1186 ДТП произошло, то на региональной сети 43-40% 1283. А местным дорогам? Понятно, по федеральным, если вы обратите внимание, есть рост в 2014 году по отношению к 2013 году по региональным дорогам есть снижение на порядке тест и аварии, что не говорит о том, что мы очень хорошо работаем, что это по простой статистике, но при этом очень важно, что мы говорим о том, что происходит реально на автомобильной дороге. И основной причиной аварийности, как говорит государственная автомобильная инспекция, является три важных мероприятия. Первое, это нарушение правил дорожного движения водителями, такую статистику мы приводим, 90% нарушения, как раз нарушение правил дорожного движения. и поэтому программа безопасности дорожного движения строится как раз на основной причине аварийности, о чем я скажу дальше. На автомобильных дорогах происходит больше 30% общего количества ВТВ, которые погибли до 45% получили драмы, более 30% общего числа пострадавших. И очень важно, что все происходит в основном в пределах 50-километровой зоны от Санкт-Петербурга, где есть наибольшая интенсивность. И понятно, что федеральная трасса, как правило, связывает все-таки порты, пункты таможенного пропуска и имеет федеральные объекты, конечно, на них висимо существенно выше, хотя возвращаясь дороги выбор Ситогорска, который мы много говорили в прошлом году, который является небезопасной. Небезопасной, значит, она по своим параметрам давно, в 2002 году, когда было принято решение открытия таможенную пункта, является под своим параметом федеральной. Я потом остановлюсь по сути этой автомобильной дороги, потому что я считаю это совершенно важным, но технически надо говорить о том, что мы сейчас в части транзита автомобильного транспорта выполняем по многим объектам функции федеральных объектов. Проведение авнинодорожной деятельности, как я уже говорил, в 20 участках, значит, будет рассмотрено вот то количество, и здесь мы работаем с финскими партнерами отчасти, для того, чтобы их опыт, а опыт у них очень сильный по ограничению аварийности на их автомобильных дорог, у них было принято достаточно много разумных решений, поэтому мы работаем вместе с ними. Обустройство на уровне освещения 75 км, то, что входит в программу, устройство доходных объектов 2015-2010, что автобусных остановок, изменения, модификация, улучшения 68 объектов, барьерных ограничений 18 км, недостающих дорогных знаков, с соответствующим обладком по рассвечиванию 606 объектов, гарнитонтальной размером 1400 квадратных метров, устройство обход 44, как и уже бывает. Проект организации дорожного движения отчасти важен, потому что, к сожалению, эти проекты по разработке проектов, они идут очень медленно в связи с отсутствием специалистов не только в городской области, но и в Российской Федерации. Однако, эту работу мы ведем, поэтому соответствующий год в 2015 году дополнительно 1800 км у нас будет паспортизован для того, чтобы правильно организовать работу автомобильного транспорта по помощи специалистов государственной автомобильной инспекции. Дорожных знаков еще раз 606 на 7500 по разным районам это продолжение той работы, которая была у нас за прошлый год, мы установили дополнительно с отражающими элементами где-то это 3000 знаков. Установка варьетного ограждения, то, что не было выполнено и не предусмотрено программ безопасного движения, дорожного движения в прошлом мы возобновляем и 69 миллионов мы тратим на эти мероприятия в 2015 году. Разметка, особенность разметки 2015 года является то, что помимо выполнения в классике пешеходных переходов к социально значимым объектам школам-больницам, мы в этом году впервые на дорогах с интенсивностью более 10 тысяч километров будем в качестве разделительной полосы делать пластикным для того, чтобы все-таки обеспечить считаемость разведки это технически возможно, хотя это дорогое удовольствие теми расходов с ними это было дело, поскольку считают это достаточно ватно. Но есть такой инновации, могу вам сказать, что скорее всего с 1 октября и такое решение нами готовится на принципиально согласованность с государственной автомобильной инспекцией. С учетом того, что мы не можем пока обеспечить во всех населенных пунктах освещение пешеходной дорожки, мы ограничим пределы населенных пунктов сквозь 40 километров в час. Это решение будет принято по всем населенным пунктам, будет принято с 1 октября и по 1, скорее всего, по 1 марта, для того, чтобы нам на сезон, когда у нас не хватает солнечного света, все-таки обеспечить достаточно, возможностей безопасного движения пешеходов по территории населенных пунктов. Значит, по наружному освещению у нас наши автомобильные дороги 9600 километров в объеме где-то 1800 километров проходят по территории населенных пунктов. То есть, для того, чтобы осветить нам все населенные пункты Демидорской области, где проходит региональная дорога, нам надо в принципе продать порядка 10 миллиардов рублей, для того, чтобы привести их в порядке. Одного момента мы сделать это не можем, поэтому в этом году было принято решение о возведении 74 километрах это выбрано путем максимальной интенсивности работ в небольших приближенных и где есть осложнение связанное с отсутствием освещения расплативных населенных пунктов, где были максимальные жалобы и мы рассматривали реальную консилиацию ДТП в 45 населенных пунктов в 5 районах Ниндарской области будут произведены в 2015 году. Проектирование к сожалению должно быть закончено в 2014 году, однако в связи с разными проблемами энергии, представляющих организацию энергии, мы не смогли до конца охорить проектную организацию, потому что от них очень важные средства необходимы технические услуги. Дополнительно в 2015 году мы проектируем еще 65 километров споткарта по Всеворожском району объекту, где мы планируем в 2015 году организовать освещение. Во Всеворожском районе это 19 километров стеклянный Градкового Матекса в Буево-Зелектости Екатерино в Верхние Семьки поселок Новое Торстово. Это те объекты, которые у нас предусмотрены программы 2015 года. В Выборожском районе 15 километров это Житково, Ключевое, Каменго, Ернивого, Ливное, Подпури, Рошайники, Несимаги, Поляново и Рябово. И Мамонцевский район это, как правило, все-таки автомобильная дорога Санкт-Петербург, Ключевое. Это Малая Эжора, Верхняя Города, Нижняя, Большая Эжора и на Пограничных районах с городом Санкт-Петербург. Надо сказать, что мы пытаемся найти не новую форму взаимодействия с основывающими организациями. В части организации освещения в Новосторональном населенном пункте Каменго Светогорск. Мы пошли, я надеюсь, на нетрадиционный способ, который нам позволит в продумывающий гораздо быстрее. Мы предложили многокоснабжающие организации за счет своей инвестиционной программы сделать световое оборудование. Соответственно, после окончания работы мы готовы за счет дорогого фонда выкупать эти сети в собственности городской области. Я надеюсь, что многокоснабжающие организации отойдут соответствующих мероприятиях, которые сейчас в отношении производятся, в связи с тем, что у них там и падение, ну и многие мероприятия, к сожалению, заступают техническое развитие или, наверное, но я надеюсь, что они смогут эту программу или взорвать вместе с нами. Принцевский район 20 километров, тоже здесь у вас Севастьянова, Моторная, Кутузова, все у вас представлено на соответствующем городке, Тосинский район. Два больших объекта, Принцевский район. Севастопольные посты 18 севастопольных объектов, предусмотренных по разным районам, это 10 новых объектов, 8 недостроенных в прошлом году. Мероприятия по проведению проектных работ севастопольных постов, это то, что мы планируем в 2015 году начать, этого проекта с 18 объектов в Мегаскорусе дополнительно будет произвести уже в 16-м году после начания проектных работ. По сезонному обвлечению, надо сказать, что мы традиционно выводим с 1 по 30 апреля запрытие автомобильных залог с обвлечением в Советном Грузе. Делается это не только ради собственно традиции, а для того, чтобы сохранить основание, которое существенно изменило за счет той зимы, которая происходила. Поэтому это мы будем делать в этом году в дне предусмотренных пропускам. У нас все проходят по единой категории за предвижение транспортных средств. Для того, чтобы контролировать, нам предусмотрено порядка 18 передвижных весовых лабораторий, которые будут двигаться в Тернерской области. Есть обоснованные графики. Мы, я надеюсь, все-таки по сравнению с прочим, будут улучшить посещаемость грузовых автомобилей нашей лаборатории, потому что в прошлом году, к сожалению, мы столкнулись с тем, что требования в государственной администрации мы совпадали по организации весового контроля с тем, что мы имели. Мы имели весы, мы не имели площадок, мы имели светового оборудования, но сейчас мы договорились о том, что все-таки мы будем производить эти работы по организации весового контроля в нервное время, поэтому организовывать специальное освещение нам в этой части не надо. Это я уже говорил. Вот часть того, что я вам хотел рассказать. Спасибо, Варширо. Теперь вопросы к конверк. Да, пожалуйста. Михаил Ильич, по-моему, из управления, которое вы не свидетельствовали, потому что из джинального выступления в Петербург, в Орегарском области это, скажем так, масса жительных промышленных объектов, горнодобывающие, с хозяйственным и тому подобное. И это крупные задачные в Басадово, в Басадово массиво. Не слышно их слов. Я знаю опыты подъезда в Басадово, в Басадово этих хозяйственных оперативах и к песчатым карьерам, к карьерам и чищениям. Они просто страшны. В них ездить невозможно было ни на чем. Даже был на танке и не заедет. Тем не менее, я так понимаю, что проблема самодействия с руководствием этих джинерских и продуктов этих оператив она существует. в Басадово массиве может это решается? Ну, действительно, самая большая проблема является то, с одной стороны, для дорожников, а с другой стороны, является плюсом для экономики, для некрасковости, о том, что мы являемся ресурсодобывающими регионами, с которой, по разному центру до миллиона, до полутора миллиона кубометров песка, и так далее, сбывается, и по переводится. Опять же, в основном, к сожалению, из-за того, что, как мы знаем, тариф, по железной дороге, изменился в худшую сторону и все везутся сейчас не по железной дороге, то, я вам скажу, на территории Немногоска области в, допустим, в 2014 году были кони, если так можно назвать, тяжеловесом с весом 125 тонн. Это, причем, в сезон, когда автомобильной дороги будет запрет на соответствующие мероприятия по сроке полосы от воды и тела автомобильной дороги. Я вам скажу, что это, действительно, такая большая достаточно задача. Значит, мы, я надеюсь, пытаемся нащупить некую такую середину. Запретить, разрабатывать полиодные ископания мы не можем. Но, за прошлый год, нами не было выдано ни единых технических условий на подключение объектов лицензионных или безлицензионных к региональной сети без соответствующей процедуры подготовки к сезонной дороге. Мы отказали Эфеску, мы отказали многим компаниям для того, чтобы все-таки заставить их, а поверьте мне, проблема действительно очень серьезная. Мы выезжали в Кинесинске, я не подъявил своими глазами, что происходит, когда километры и терпись. мы были в Кинесинске, которые мы смогли мы с этим олее-намесем, чтобы все-таки были недавно, которые мы смогли использовать, что мы пожелали, Субтитры создавал DimaTorzok